приветствую на моем канале с вами козел альпийский сегодня будет очередная говорилка я лишние несколько минут посидел в ю тубе и посмотрел какие видео мне рекомендует и с интересом увидел что многие художники да на фоне спидпейнтов рассказывают истории из жизни своей ну и не обязательно кстати художники допустим те кто снимает природу на фоне природы рассказывает истории жизни те кто занимаются ну скажем так фрирайдом те на фоне своих мотиков там и тачек рассказывают истории жизни и пожалуй я тоже начну такую как бы рублику она рубрику рублик 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 молик ладно в общем я пожалуй тоже начну такую рубрику аримана скажем так она конечно тоже 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 будет в плейлисте козлиное мнение ну потому что я буду своей точки зрения об этом рассказывать это все равно будет мое козлиное мнение теперь уже наверно постоянке буду встраивать дисклеймер вот этот с белым луна рогом да это не совсем козел это луна рог потому что у него если посмотреть ну я потом как не уставлю его целую картинку него рог в виде месяца до видео луны я в свое время писал даже песню про него совершенным полубогом бесконечным луна рогом что-то такое никак не связано с пони если что там вроде тоже есть такие значит поехали истории жизни будет одна из самых интересных скажем так не стас не самое интересное для самой интересной я запишу какой-нибудь шикарный спидпейнт в крите да где я рисую что-нибудь картиноподобная как будто я рисую там масляными красками или акрилом там чем такое а для этого будет железный робот похожий на ведро летающие да с улавливателем на башке ну кто знает этот анекдот тот знает они не знает ну ладно можно в интернете почитать если я буду рассказывать анекдоты своих выпусках то они не знаю будут по два три часа длиться и никто это не будет смотреть хотя я смотрю меня смотрят и даже подписываются на меня всем огромное спасибо огромная благодарность тем кто меня подписывается потому что я с удивлением увидел что мне там больше 40 подписчиков уже я-то думал что меня смотрят 15 человек плюс еще там два три человека вот даже стал комментарий получать недавно получил комментарии от человека который который я сам подписался который купил недавно себе 3d принтеры пластиковый напечатал он китайского дракона знаете такого вихлявого и у него там были небольшие проблемы с соплом и в итоге дракон этот вышел таким вязаным как гирлянда ну я ему дал совет короче паяльником попробовать обработать то что я например своих солдатиков после того как я отолью их не знаю там 20 30 штук вот не перси дня лил призраков до из властелина колец и обрабатывал их паяльником скажем так не настрадались они при жизни еще и еще и будучи призраками паяльник в любом случае это фигурки они более не чувствуют так что не надо меня за это осуждать в общем им досталось от моего паяльника они в итоге таки все аккуратненькие получились все значит три с половиной минуты 3 25 начинается история начинается история из моей жизни а история она называется это блин просто вместо блин должно быть ругательств но нецензурной брани не будет у меня на канале да я решил уже твердый поэтому видео будет называться это блин просто братство кольца и так эту фразу изрек мой друг очень хороший которая знаю нам наверно 7 лет если не с пяти будем знать его пёс но почему пёс потому что у него и так и по жизни прозвище похоже на пёс во вторых ну не знаю он все нюхает у него такой большой нос и он любил все очень нюхать и принюхиваться и вообще он запах когда жил поселке он запах моих баранов козлов чувствовал у себя на крыльце хотя жил он в километре ну может быть не в километре но в полу километре точно от меня и вообще у него там было поле и страшные ветра почему я знаю то что у меня сейчас живу но практически в лесу но рядом со мной поле на котором я пасу собственно свою скотину и так там ветра летом сумасшедший а сейчас зима там вообще просто не выйти на это поле и поэтому я не знаю как этот мой приятель чувствовал у него собачий нюх поэтому я буду называть его пёс а второго человека я буду называть наг ну его его прозвищем ну потому что наг это по жизни ему и никакое там другое прозвище ему не подходит и наг это наг старина очень тоже мой хороший знакомый давно я его очень не видел но не знаю у меня всегда о нем теплые чувства очень хороший человек с детства тоже узнаю конечно не с 5 лет но лет не знаю с 12 я его знаю в общем было настроить трое человек конечно видео будут присутствовать некоторые так скажем моменты из моего воображения до которые если бы это было в реале это надо осуждать вообще никогда так не делайте но в любом случае это все на самом деле не истории жизни все это придумываю это лор не знаю моих апостолов лор бабы маши и тети свет и не знаю кого еще в общем скажем так началось все с того что мы пошли в лес ну просто пошли в лес с нагом и с псом и наткнулись скажем прямо на мухоморы и пес а нам тогда было не знаю ну лет по 16 наверное ну может быть не знаю по 16 может 15 скажем самый рассвет сил творить всякую дичь да всякие чудеса творить и наткнулись мы на мухоморы зашли мы не так далеко дошли до до так называемого места пикников у нас там в лесу есть место пикников сейчас она совсем благорожено потому что сейчас поселок преобразился до неузнаваемости тогда у нас там было полтора дома и все друг друга знали а сейчас 200 300 домов и скажем так новые русские пары практически везде старые дома все снесены на их месте построены новые коттеджи не знаю за несколько лямов на несколько десятков лямов и собственно это одна из причин почему я оттуда уехал но очень изменился поселок и мне уже был там неуютно он уже стал похож на небольшой город шлагбаум нас там давно уже на входе уже электронный шлагбаум сторожка карта висит ну блин уже реально небольшой город да например есть город один который я езжу за кормами сухими и там даже там нет такого шлагбаума на въезде и карта ну карта вроде есть а советских времен железобетонная такая вы въезжаете в муха за сиженск что-то типа такого ну вот и в итоге нашли мы эти мухоморы и пёс а пёс всегда был любителем и ценителем культуры древних славян древних скандинавов не знаю там вот всех этих бородатых мужиков которые там не знаю воевали ну как берсерки доходили в бой покрывшись только медвежьей шкурой в общем чё ходить вокруг да около в общем предложил нам пёс съесть по традициям древних славян язычников древних скандинавов да берсерков съесть эти мухоморы сырыми естественно мухоморы мухоморы есть никто не хотел поэтому мы решили их пожарить мы пошли ко мне тогда был жив еще мой дед совершенно замечательный человек на на все что я знаю о природе и вообще практически на на все что я умею делать руками меня научил мой дед светлой ему память совершенно гигантским базисом знаний обладал он луки он меня учил делать ковать ножи мечи что еще строить обтесывать рамы делать это парище для топоров я конечно хреново делаю топорище но лучше некоторых там рукопопах которые бывают на ю тубе снимают обзор до переехали год назад и берут какую-то корягу в лесу и делать из нее топорище якобы снимают и хвастаются просто они потом не показывают что через полгода это рукоятка трескается и разваливается иногда она лопается вместе с самим топором ну не надо так делать в любом случае топорище дело для топора это дело одного года заготовка должна год просохнуть и надо ее делать в правильное время из правильных деревьев растущих в правильном месте да как бы я вот это знаю поэтому я это и утверждаю но сейчас речь не об этом в общем мой дед я не знаю он тоже скажем так был ценителем древнеславянской культуры и скандинавской в том числе потому что он по происхождению был немец и он оценил наши старания и сказал что варить мухоморы бесполезно их надо пожарить в общем эти мухоморы мы пожарили да еще раз утверждаю что это все сказка и это все не существовало в действительности и вообще это все сон козла да могу поблеять в общем мухоморы мы эти пожарили они были удивительно вкусны напоминали они жареную рыбу что-то типа между озерной рыбой и морской да что-то такой нежный был совершенно вкус не не горький не нас не тошнило от этого и в общем после того как мы попробовали скажем так эти дары скандинавских или славянских богов ну ничего не произошло собственно вообще ничего не произошло то есть у нас не было ни глюков и не там никаких то ноги у нас не подкашивались а каждый из нас наверное съел по половинке шляпки или по целой даже шляпки потому что мы на каждого взяли по мухомору ножки мы ну пока несли мы махали этим мухоморами и ножки у нас ну скажем так и сгавнялись поэтому мы решили пожарить только шляпки жарили мы их если что я вот не помню с маслом или нет на природе мы их жарили на костре на сковороде пожарились ели нормально было вкусно и ничего не произошло вообще ничего не произошло и собственно это нас не устроило нисколько это нас не устроило и мы решили как бы взять инициативу в свои руки и творить чудеса самим опять же мистер пёс да как ценитель скандинавской культуры и большой любитель фэнтези наверное нашей компании фэнтези больше всех любил он как скажем так я только после 25 стал любить фэнтези до этого я одинаково любил научную фантазию фантазику и фэнтези и вообще любые придумки скажем так и детские мне рассказы нравились всякие поэтому на тот момент товарищ скай он даже не мистер пёс он товарищ пёс потому что он очень любит советский союз в частности советские танки обожает у него огромная коллекция этих танков так вот товарищ пёс придумал среди до следующую фишку значит нарядиться братством кольца и и из властелина колец и пойти охотиться на горгунов горгуны это если что властелине колец был такой персонаж ган буриган это был из диких лесных людей я честно говоря когда читалось или на колец так и не понял это это были негроидные племена или это были краснокожие племена или это были какие-то белые придурки которые жили в лесу и честно говоря правда так и не понял их народность но вот были такие скажем так лесники они в моем переводе властелина колец назывались которые я читал в моем переводе козлина альфийский переводил толкина нет я даже и как еще раз скажу я даже вторую часть не читал властелина колец я читал только первую третью в общем так товарищ пёс ты наверно наизусть знал властелина колец мог цитировать его не буду утверждать так это или нет но наверное так потому что он был еще раз повторюсь огромным любителем фэнтези и вот этой всей скандинавской и славянской культуры и он сказал что мы будем охотиться на горгунов и горгуны кстати да это были орки еще расскажу вот эти лесные племена называли их горгуны мне это слово так понравилось я до сих пор его запомнил мне при слове горгун представлялся тип кто-то змея горыныча вовсе не орк а какая-то такая ящерица летающая вот у меня в апостолах можете посмотреть виверны да вот мне при слове горгун представлялся вот такой вот типа как горгон или я не знаю демагоргон вроде есть такой персонаж это тоже вроде крылатая какая-то тварь не помню точно в общем в итоге естественно в реале никаких горгунов не было и у нас не было ни лад ничего не доспехов единственное что у нас было это это свалка да как я уже говорил про видео про мистера шакала все мы ну лет до семнадцати восемнадцати любили захаживать на свалку и братья скажем так оттуда некоторые вещи и в итоге мы пошли на свалку нашли там какие-то ковры или я не знаю тряпки какие-то сделали себе из них плащи как у арагорна как у лагаваса как я не знаю у кого еще как у нас голов и ну это бы выглядело достаточно зачетно по крайней мере нам так казалось и решили мы дождаться ночи потому что горгуны плохо видят в темноте хотя на самом деле толкиновские орки наоборот хорошо видели в темноте ну просто нам было очень прикольно в темноте мы же были практически детьми да подростками пятнадцать шестнадцать лет и идеально мы знали леса вокруг поселка просто на зубок и могли шастать реально как какие-то хоббиты поэтому мы решили дождаться темноты потому что горгуны плохо видят в темноте но у нас не было никакого оружия ну скажем так родители у нас отбирали будет по чесноку скажем и не разрешали нам пользоваться чем-то кроме ножиков маленьких а ножиком любой скажем так кольценосец да знает что горгуна не одолеть перочинным ножиком поэтому нам нужно было оружие а деревянные палки это оружие самих горгунов и или каких-то не знаю говнорей днарей хотя я вот помню читал книжку грибных эльфов да так они там деревянными палками как они называли их дреколье классное очень слово дреколье я вообще замечаю что если исключить пьянство то у меня в юности в детстве было очень много общего с грибными эльфами да с произведением с этим которые тоже заметим фантастика да и ничего этого не было все это сон козла или там не знаю осла в общем и решили мы сделать оружие зачетное как у настоящих эльфов почему я упомянул грибных эльфов ну что оружие мы сделали зачетное как у эльфов настоящих это были луки товарищ пес оказался прекрасным мастером лучником почему лучником да они каким плука делателем потому что мария семенова в своей книжке культура древних славян писала что значит историки установили название мастера луков человека который делал луки у славян у древних было лучник да то есть лучник это не стрелок из лука лучник это тот кто делал луки то есть бортник это который делал ульи и бочки там не знаю мечник это который ковал мечи да ратник это кстати вот проратника не помню кто это был не буду наговорить очень а вот да лучник это был тот кто делал луки в общем в итоге товарищ пес оказался прекрасным лучником во всех смыслах он просто взял какие-то свежие палки потому что уже вечерело как бы да вечерело солнце опускалось горгуны заснули в гамаке там на гамаке да как в песне поется и надо было их застать врасплох и в общем товарищ пес наломал какой-то рябины или я не знаю черемухи просто взял свежие палки а я повторюсь мой дед учил меня делать луки и хороший лук делается около года да естественно у меня был хороший лук и не один но я не потащил бы хорошие луки на битву с горгунами дан для этого нужно было артефактное оружие сделаны твоим приятелем товарищем псом в общем товарищ пес еще раз скажу наломал это это дриколье свежая даже с корой по-моему и они прекрасно гнулись и скажу что как одноразовый лук там на пару дней действительно сойдет любая свежая палка хорошо гнущаяся а в качестве тетивы товарищ пес взял какую-то проволоку то есть обычно допустим хороший мастер например как мой дед он использовал специальную веревку до конопляную или шелковую еще и и гудронил несколько раз то есть он ее брал кусок гудрона гудронил потом а она немножко высыхала он ее вымачивал в каком-то растворе и потом снова покрывал гудрона и так несколько раз эта веревка реально может служить годами как тетива в том числе но товарищ пес был настоящим эльфийским мастером луков до настоящим эльфийским лучником поэтому он сделал просто проволоку какую-то и натянул ее с каким-то сумасшедшими усилиями и в итоге у нас было три лука от товарища пса и луки я надо сказать были реально убойные то есть поскольку это была свежая древесина она пружинила просто как не знаю как монгольский лук и луки были достаточно крупные потому что товарищ пес не скупился на размеры он думал наверное что чем крупнее лук тем крупнее горгу на можно завалить поэтому луки у нас вышли на тот момент а скажем так мы были не очень высокими подростками да ну метр семьдесят максимум наверное у нас тогда был рост и у товарища пса он так наверное остался метр семьдесят я на данный момент да мне 34 скоро будет до 33 года мне я метр семьдесят восемь то есть я на 10 сантиметров всего за эти 15 лет чуть больше даже чем 15 лет я подрос всего там на 7 сантиметров ну может на действия не знаю есть у меня метр восемьдесят вряд ли наверное есть ну вот как раз ног он был самый высокий из нас да он тогда уже наверное было ну не знаю был ли он метр семьдесят пять но сейчас наверное он метр восемьдесят пять если не метр девяносто он был одним из самых высоких среди нас и в общем ему достал самый мелкий лук наверное это была такая антикомпенсация типа ну и на тебя тебя это горгуны боятся из-за твоего роста на тебе тип сам мелкий лук из чего мы сделали стрелы все просто у нас забыла куча штапика от старых окон штапик это такие тоненькие досочки которыми раньше прижимали в деревянных окнах стекло да и прибивали такими тоненькими тоненькими гвоздиками в общем мы набрали этого штапика если что он в сечении треугольный то есть нас были и треугольные в сечении стрелы все они были разные но штапик сам по себе не обработаны и он очень заноза опасен скажем так в итоге мы взяли шкурку вот до наждачку и до заката целый час шкурили эти стрелы наконечники естественно мы никакие не делали перья естественно мы никакие не делали потому что это все невозможно было сделать за несколько часов и у нас были вот эти скажем так почти прямые стрелы не но они прямые были но они скажем так почти похожи на стрелы эти заготовки и вот эти убойные луки товарища пса и когда стемнело пошли мы значит охотиться на горгонов какой-то был план мы шли вдоль поселка по лесу углубляясь в лес ну метров на 20 скажем так от 20 до 50 и на любой шорох со стороны поселка да мы должны были кричать сдавайтесь горгуны и как бы ввести стрельбу или не знаю кидаться грибами которые мы находили ну скажем так в лесу шишками ветками а если должен был появиться горгун но понятно что роль горгуна должен был исполнять какой-то там малиновый мужик или я не знаю старый орк какой-нибудь но это все были скажем так наши местные достопримечательные лица какой-нибудь афганец да тоже интересный очень был дядька такой у него он был жирный и страшный похожий на ну по ему по моему мнению в моих фантазиях скажем так он был жирный страшный похожий на карту берсерка под названием етун не йотун да етун там было там етун было написано буквой е было в общем и реально это вот был афганец такой жирный етун и в итоге он тоже был включен тогда конечно еще не было я вот не помню был тогда уже вышел тогда берсер карточная игра или нет реально не помню но в общем этот самый афганец был включен в список хотя до афганца мы не добрались потому что полезу до него не дойдешь он был совершенно другом конце но нам почему тогда казалось что мы непременно его встретим в лесу да что он тоже пойдет был будет воином со стороны горгунов и в итоге вот мы шли по кромке леса ночью а ночи белые да я как бы жил в питере зимой а летом я пережал вот этот поселок и в питере ленинградской области у нас были белые ночи реально темнота была ну не знаю полчаса часа это вроде как было начало или середина лета то есть не было темных ночей и это было где-то 12 может быть ближе к часу и реально было не то чтобы совсем светло солнце это не не было видно но реально было светло все было практически видно а в лесу в густой тени нас не было видно это был реально такой кайф и я сейчас это рассказываю вспоминаю и вновь переживаю эти эмоции и вовсе это не было от мухоморов я еще раз подтвержу что ничто на нас не подействовала я как бы подозреваю что в итоге мой дед наверняка подменил эти как бы мухоморы которые мы принесли на какие-то я не знаю там сыроежки может быть не знаю к сожалению так у него и не спросил когда он был жив был подменял он тогда это или не подменял но в итоге все равно вышло очень круто ну потому что если бы нас с нами что-нибудь случилось бы мы там отравились не дай бог бы отъехали на остров вечных яблок как любил говорить товарищ пес то это было бы совсем не круто в общем наверное мой дед подменил наверное такие эти грибы и я призываю значит взрослых людей да если вы видите подростков детей которые играются с чем-то ядовитым и с мухоморами например то отбирать у них конечно можно но они сагрятся на вас и не поймут и скорее всего если они захотят поесть мухоморы надо подменить их да как бы на что-то безопасное на какие-то не знаю из хлеба из белого сделанные грибы да или на сыроежки на безопасные грибы если подростки совсем неадекватны как бы они горят желанием попробовать эти грибы то подмените их на безопасные совершенно чтобы с ними ничего не случилось и как бы они поймут что ничего с этим не связано с этими грибами и забьют на это я вот например после этого никогда в сторону этих грибов и не смотрел ну вот вернемся к кульминации нашего рассказа в итоге шли мы около одного дома где были огромные тыквы опять же да тыквы всегда ассоциировались со сказкой с фэнтези да в общем тогда тыквы еще не были огромными но бахча где они росли да как бы грядка была просто огромная она залезала в лес не знаю метров на пять и была в длиной метров десять а то двадцать ну не знаю двадцать но пятнадцать точно нам она тогда вообще казалось фантастически гигантской и мы решили что реально вот там как раз оттуда должен появиться первый наш горгун и в итоге товарищ пёс а он у нас мы всегда его именовали князем да потому что он у нас как бы был главный затейник и всегда князь если что это у древних славян был именно военный военный деятель да руководить на случай войны а на случай ну и скажем так политического вмешательства-да всегда было вече вече это по моему то Собрание старейшин ну вроде как так в общем ладно в общем И Товарищ пёс у нас был князем欸 и князь пёс сказала нам быть наготове и что появится горгун и в итоге реально что-то зашевелилась там в этой бахче забегая вперед скажу что нет никакая ни собака ни человек, ничего не появилось, и вообще ничего не появилось, просто какой-то шорох, скорее всего, от ветра, но нам, как бы, скажем так, опьяненным восторгом этого было достаточно, и товарищ пес, князь пес, громко скомандовал, поли по горгуна, мы выстрелили в эти несчастные листья тыквы, которые зашевелились от ветра, и потом, естественно, у нас сработал синдром нашкодившего школьника, ну, собственно, тогда мы и были школьниками, да, и реально мы нашкодили, как бы, чужую грядку испортили, ну, не испортили, но немножко там листья подгадили этим тыквам, на самом деле, гусеницы, насекомых гораздо больше бы гадили бы им, если бы они там были, ну, собственно, может, они и были, я же не знаю, я не ухаживал за чужими грядками, да я и за своими не особо ухаживал, хотя у меня была слава садовода и огородника, вообще, знатока, скажем так, культур садовых, не знаю совершенно почему, наверное, потому что я знал название растений и цветов, наверное, поэтому за мной закрепилось, как, скажем так, звание садовода, а на самом деле я очень хреновый садовод, я могу выращивать, ну, только огурцы, кабачки, я не знаю что, и картофель, и то картофель, хреново, я не пропалываю, мне лениво его пропалывать, в общем, только кабачки и огурцы, вот кабачки я могу выращивать из своих семян, и каждый год, вот, я выращиваю их из своих семян, и вырастают довольно приличные плоды, как бы, вот все, что я умею выращивать, вот такой садовод кабачковый, ну, в общем, завершаю я рассказ, вот, князь-пес, товарищ-пес, командовал поли, мы выстрелили, бросились в рассыпную, и нам показалось, что реально за нами гонится какое-то сумасшедшее чудовище, потому что в тот момент поднялся ветер, шквальный ветер, да, на границе, как бы, леса и поселка, дня и ночи, света и тьмы, я нагнетаю эпика, поднялся такой ветер, раздался гром, да, как в книге, в книге, ну, и в книге, и в песне, бубух, я, может быть, ставлю эффект грома сюда. И нам показалось, что за нами гонится, блин, сам Саурон, и тогда, товарищ-пес, князь-пес, я буду дублировать для создания большего эпика, сказал эту фразу, ну, просто, блин, да, я напоминаю, вместо слова блин должно было быть нецензурное ругательство, но я еще раз, опять же, скажу, что не будет нецензурщина у меня на канале, я уже твердо решил, и он тогда сказал эту фразу сакраментальную, ну, просто, блин, братство кольца. И мы прониклись такой гордостью, и я, и наг, и сам товарищ-пес, что пробежали мы, наверное, километр, прежде чем развернулись. И реально мы друг друга убедили в том, что почему-то мы завалили горгона, да, который гнался за нами, и мы ходили такие гордые, не знаю, часов до трех, а потом довольные совершенно по свежей росе. То есть выпала уже роса, и уже начался рассвет, и мы совершенно довольны, и пошли спать. И после этого мы, в этот год мы как бы пару раз всего об этом вспомнили, но впоследствии, когда мы становились старше, да, и когда мы вместе собирались, мы каждый раз вспоминали вот эту историю. Просто, блин, братство кольца, и вообще это у нас была такая присказка долгое время. Просто, блин, братство кольца, когда мы видели что-то такое фантастическое, что-то такое волшебное. Ну, в итоге мы вспоминали, когда впоследствии собирались еще другие истории, и они будут на канале вскоре, потому что, как бы, снимать апостолов больше я пока обожду. Надо некоторые тактики мне поиграть, подольше проверить, чтобы, ну, не знаю, не дохнуть постоянно героям на видео каждый раз, и не воскрешать ее по 20 раз. А пока с этой историей все, будут еще истории жизни, надеюсь, вам понравилось. Если не сложно, поставьте лайк, да, если не сложно, подпишитесь, потому что...